Можно ли вязать простым крючком тунисское вязание? Можно, но только одно но в технике тунисского вязания, так можно сказать, он вызвал некоторый интерес у моих зрителей. Тунисское вязание простыми крючками можно. Вот, 5, 6, 7, 8, 14 петель и уже идем в обратную сторону и вяжем. Опа, видите, две петли похватили. Вот так не должно быть. Ничего страшного, от этого не будет. Вообще, тунисское вязание такая хорошая вещь. Можно экспериментировать, как твоей душе угодно. Получился какой-то мастер-класс. Честно говоря, хотела просто показать свой узор, но если уже пошло на это, то уже получается какой-то мастер-класс. Тем она у меня больше начинала подкручиваться. Мне это так не нравилось, поэтому думаю, что же сделать. Дай-ка я его немножко подпарю. И ничего. И сразу ровный край встал. Ну, нить обрезать, конечно, не стоит, но можно сделать таким образом. Просто закрывать. Затем здесь квадрат, здесь квадрат, и сюда квадрат. Тем самым от угла у вас увеличивается, или у нас увеличивается полотно, вязание тунисским крючком. Вот с этой стороны, смотрите, какая красивая изнанка. А это вот такой рисунок. Это я вот когда-то пыталась вязать. Всем добрый день, дорогие мои друзья. С вами снова я, Вера, и мой канал о вязании. Сегодня поговорим немножко о Тунисе. Вернее, не о стране Тунисе, а о тунисских крючках. Значит, вот это полотно, которое у меня вяжется тунисским крючком, техники тунисского вязания, так можно сказать, он вызвал некоторый интерес у моих зрителей. Вот такой вопрос. Можно ли вязать тунисское вязание простым крючком? То есть крючком, тем, которым мы вяжем свои простые полотна, то есть обыкновенным крючком. Давайте еще посмотрим здесь какой-нибудь крючок. Найдем подлиньше. Ну, вот такой вот. Разновидности крючки, значит, какие бывают. Значит, с головкой, с ручкой и без ручки. И тунисские крючки, они отличаются от простых крючков тем, что они длинные. Значит, вот этот вот крючок, это 35 сантиметров. Этот крючок уже меньше, наверное, на сантиметров 7-8 меньше. Есть еще такие же длинные крючки, они идут с леской. То есть вместо вот этого ограничителя здесь еще одета леска. Но если вот так вот посмотреть, я бы вот эти крючки переделала в тунисские. То есть они коротенькие. Если вязать большое полотно, то на них неудобно. Вот на этом крючке мне вязать удобнее, потому что он по длине 35 сантиметров, и мое полотно, которое размером 60 сантиметров, оно вмещается. Но если уже чуть-чуть побольше брать полотно, то, естественно, оно уже не вместится. Поэтому я вот сейчас так глянула на этот крючок и подумала, если вот этот снять на балдажник, допустим, и одеть какую-нибудь леску с трубочкой. То есть есть такие тунисские крючки, они такие длинненькие, и здесь уже одета леска на них. То есть чтобы было продолжение. Есть еще тунисские крючки с двумя головками. То есть здесь головка и здесь головка. Такие крючки тоже предназначены для кругового вязания. То есть двумя головками. Если есть, допустим, два крючка с двумя головками, допустим, это, да, с двумя головками. То есть можно вязать рукав по кругу. Должны быть головки с обеих сторон. Ну, в этом не будем вдаваться. Подробности есть для этого более специалисты, которые вам это объяснят. Значит вопрос, можно ли вязать простое, простым крючком тунисское вязание. Можно, но только одно но. Есть ограничения в размере вашего полотна. То есть если у вас простые крючки, ну, допустим, такой крючок, да, то вы сюда можете одеть какой-то набалдажник, да, или какой-то закрепить его чем-то. И вы можете набирать только петли, только на длину вот этого крючка. Но есть еще варианты вязания тунисским вязанием, крючками, допустим, ну, каких-то квадратов, да, полотно, какой-то квадратами, каким-то петчворком, да, или еще что-то. То есть можно вот так на простой крючок набирать определенное количество петель, которые поместятся у вас на крючке, и этим самым вязать только то, что вы хотите. Допустим, квадрат квадратами. То есть есть такие вещи, полотна, которые можно вязать и квадратики, и квадратики, и получится замечательное полотно. Ну, допустим, вот так вот. К сожалению, наши простые крючки, которыми пользуемся, в нем только ограничение только в том, что они короткие. А так вязать тунисское какое-то, технике тунисского вязания, какие-то определенные работы можно. Просто вот ограничение в длине самого крючка, на который набирается количество петель. Вот и все. Вот получается вот такой квадрат, допустим. Вот видите, определенная такая вязка, она создает именно лицевую гладь. Видите? Здесь она как бы изнанка идет, а вот здесь лицевая гладь. Есть много вариантов различных вязания, узором, тунисским крючком. Вот такая вот, самое такое интересное, что я освоила, это вот лицевая гладь. Ну, я здесь просто пробовала вязать что-то. Ну, пробовала. В общем, здесь вот можно квадраты вязать таким способом. Ну, хорошо. Отступили немножко от теории, теперь давайте идем к практике. Мое полотно тунисским вязанием. С чего вообще начинается? Хотя есть в интернете очень много различных мастер-классов по этому поводу, но я все-таки осмелюсь. Ну, я не буду брать свой большой крючок, которым я вяжу основное полотно. Еще один такой вариант, что крючок, когда вы будете вязать техники тунисского вязания, должен быть почти в два раза толще основной нити. Если, допустим, нить у вас в 100 граммах 400 метров, или там 350 метров, да, и производитель рекомендует вязать крючком определенного диаметра, да, там, допустим, мы знаем, что, допустим, спицами мы там вяжем двойкой или четверкой, да, и крючком примерно так же, там, двойкой или четверкой. Но в тунисском вязании, в технике тунисского вязания, крючок всегда берется на два размера почти больше, чем рекомендует производитель вязать простым крючком или простыми спицами. Поэтому сразу это имейте в виду. Не обязательно, если, вот чем толстыми нитками, тоже можно вязать, конечно, в технике тунисского вязания, можно и тонкими, и толстыми, главное подобрать крючок. Просто я знаю одну. Крючок надо брать на два размера больше. Если вот эту пряжу рекомендуют вязать, допустим, крючком номер 3, то у меня крючок номер 5. Я не ошиблась в выборе. Поэтому возьмем крючок потолще сразу, так как ниточка толстенькая, и возьмем сразу крючок потолще. Вот здесь вот у меня пятерка. Начало набора тунисского вязания такое же, как и в простом крючке. То есть набираем первоначальный ряд. Это обыкновенная цепочка из воздушных петелек. Вязать образец желательно, желательно, конечно, чтобы уже знать, какая плотность у вас будет и что она у себя будет представлять. Итак, набрали первую цепочку воздушную. И теперь с обратной стороны, там, ну, можно, конечно, сразу и вот так вот за две стеночки брать крючок и вытягивать рабочую ниточку, оставлять на крючке. Вот таким образом. И есть второй вариант, когда вот по этой цепочке, там, где изнаночная вот эта вот петля выпуклая, под нее поддевается ключок. Сейчас мы это попробуем сделать. Сразу показать. Вот она. И точно так же вытягивается петелька. Я уже тоже потихоньку стараюсь изучать технику тунисского вязания и смотрю, какие есть варианты набора петель и первоначального ряда. Вот я сейчас вам покажу узор, который я использую в своем полотне. Ну, вот, допустим, два варианта. Вот, видите, тут цепочка становится таким образом, что она смотрит на вас, а здесь цепочка, она опускается вниз. Есть еще один вариант набора первоначальных петель. Это как бы изнаночная петля. Это делается так, набрасывается нить на крючок, поддевается вот эта вот изнаночная петелька на воздушной цепочке и потом она провязывается вот таким образом. Ну, для меня это немножко сложновато, я пока еще этого вам показывать не буду. Ладно. Изнаночную петлю пока мы провязывать не будем. Давайте так провяжем уже все, что остальное у нас здесь. Остались эти петельки. Довяжем их тем способом, который я вам показала. В общем, два способа набора первых петель. Теперь, основной еще упор делается сразу на кромочные петли. Потому что это немаловажно. Так как я сама это испытала на себе, поэтому кромочная петля должна быть четкая, не потеряться. Итак, последняя петля, которую мы набрали, ее сразу же крючком подхватываем и провязываем. Вот это кромочная петля. Дальше опять подхватываем ниточку и провязываем уже вот эту кромочную петлю и следующую. То есть вот так вот две вместе. Но по идее провязалась одна петля. По идее. И опять, вот это то, что петля была и следующую петельку провязываем. И так все это идет в обратную сторону. Но я так думаю, что многие уже сталкивались, интересовались эту низким вязанием, поэтому некоторые азы, некоторые основы у вас уже есть. И таким образом все по одной петельке потихонечку это все закрывается, не торопясь, потому что можно по ошибке сразу три петли закрыть. Но это нежелательно. Итак, закрываем последние две петли. Вот она. Вот такие вот получились как бы столбики. Теперь, ну давайте сразу я возьму уже другую нить и сразу как бы в рисунок идем, да? Тогда, если переходим сразу на другую нить, то тогда вот эти последние две петельки, чтобы перейти на другую нить, да? Я сразу беру другую нить и закрываю эти две петли другой нитью. Теперь столбики. Вот они получились и столбики. Что делаем? Первый столбик мы захватываем спереди и его провязываем. Столбики остаются. Второй столбик надо проколоть и выйти на изнаночную сторону. То есть не надо его обхватывать, а надо его просто проколоть и под него выйти на изнаночную сторону. И уже с изнаночной стороны надо подхватить петлю. Вот она. Второй столбик, или это уже следующий, да? точно также обвиваем петельку вытягиваем следующий из-под низа и с изнаночной стороны вытягиваем так это чередуется столбик спереди столбик с изнаночной стороны петля вытаскивается опять петелька спереди петелька с изнаночной стороны вытягивается я их называю вот так вот верхний столбик и внутренний столбик для себя для своего удобства вы конечно можете называть как вам угодно и вот так вот и теперь опять приходим кромочной петли и вот это вот петлю кромочную надо провязать за две стенки вот он до 2 стеночки провязываем при этом конечно количество своих петель можете все пересчитать и когда вы вяжете туда-обратно можете их пересчитывать периодически вот посмотрите что получается вот как бы верхний столбик вот видите он нижний или нижний столбик за нижний схватился а это вот верхний столбик получился да потому что он связан за изнаночную сторону вот задний передний задний передний да или вот верхний нижний нижний верхний ну так я для себя их распределила теперь опять точно так же вот эту первую кромочная провязывается кромочная петля и все петельки провязываются в том же порядке что и в первом ряду принципе вязать тунисской техники тунисского вязания на самые простые элементарные столбики получается очень быстро и очень интересно и так теперь вяжем следующий ряд и опять меняем цвет нити то есть получается у нас один ряд как бы светлые один ряд темные но я считаю так один ряд то что туда и обратно мы вяжем ну или два ряда туда обратно теперь синий тоже провязали туда и обратно и теперь опять меняю цвет нити последние две петли закрываю светлой вот она кромочная петля с этой стороны и вот здесь как бы нижний столбик вот под этот нижний столбик заводим крючок и вытягиваем с обратной стороны получается у нас петля здесь верхний столбик то есть он длинный его также и провязываем длинный опять здесь у нас маленький столбик до который был провязан за изнаночную сторону также мы его за изнаночную сторону и провязываем передние опять столбик за переднюю вот этот задний столбик вот за задний столбик передний сюда задний за заднюю стенку но я не знаю как это называется правильно в тунисском вязание последовательности чередований как они вообще называются я как-то для себя их придумала поэтому я не претендую на правильность того что я вам сейчас говорю главное показать технику а как она называется уже потом по ходу узнаем и опять кромочная петля провязывается за две последние стеночки обязательно и кромочная петля всегда провязывается одна запоминаем это иначе петля потеряется если сейчас провязать вот так две петли вместе то потом вы петлю потеряете что было и у меня и так кромочную провязали и уже только потом провязываем по 2 петельки можно так навязать квадратики а потом их соединить между собой если есть маленький если нет пока большого тунисского крючка и вот опять остаются две петли опять меняют цвет нити опять беру синенькую или темненькую в моем случае это было секционная пряжа вот теперь если у нас столбик вверх не получается видите опять точно так же заводим крючок подверхный столбик вытягиваем следующий столбик задний вот за заднюю стенку за переднюю это туда это сюда то есть вперед назад вперед снова в принципе вот и весь узор того что я сейчас вижу свое полотно и главное опять кромочные вот они две стенки кромочные можно конечно провязывать и за одну но я как-то вот так за две сразу есть тоже два способа закрытия кромочных петель я как-то сразу научилась что надо вязать две петли ой за две стенки петельку за две стенки и вот так в принципе знаете получается тоже самое вязание что мы вяжем но как бы спицами опять меняем на белом переходе вот получается вот такой узор вот и все вот здесь теперь получается задний столбик значит опять вводим крючок и за стенку и и туда выводим за стеночку так только вот эту нитку надо туда убирать это за заднюю стеночку туда наводим крючок и опять выводим ну вот такой узорчик я подобрала я честно говоря даже не помню сейчас где я его увидела потому что я много вариантов перебирала и вот для себя вот такой простейший узор именно секционной пряжи я решила вязать и опять главное кромочные петли не потерять и провязывать кромочную всегда одну остальные уже по две петли опять переходим на другую нить и повторяется все тоже самое вот принципе и весь узорчик получается такие вот зубчики интересные ну что еще могу сказать можно вот навязать вот такими квадратами и все вот видите что интересно с изнаночной стороны видите какое полотно получается тоже как бы такими узорчатое как полотно получается и даже это будет левая сторона и она будет видно то будет тоже красиво ну вот дорогие мои кто спрашивал можно ли вязать туниски тунисское вязание простыми крючками можно можно только вот одно ограничение в количестве набора петель если у вас есть такой простой крючок можно вязать квадраты стиле петчворк допустим вот свяжется один квадрат потом от этого квадрата набирается вяжется еще один квадрат сейчас я попробую вот сейчас я давайте я сейчас без вас завяжу этот квадрат а потом сразу по ходу привяжу еще один квадрат и посмотрим что у нас получится и так сейчас я так и быть уж уделю время в принципе она этот квадрат и потом может и пригодится куда-нибудь мало ли что я между прочим таким тунистым вязанием когда-то вязала коврик для кота у меня где-то есть даже фотографии если я вам сейчас еще и найду когда я жила в городе на квартире с дочкой там у нас доме был кот абдула если кто-то мои прошлогодние видео смотрел такого то я этому коту тогда связала подстилку из кавказской пряжи именно квадратами техники вот этой вот тунисского техники тунисского вязания и у меня кот потом спал на этой подстилке ну ладно сейчас я довяжу этот квадрат и посмотрим что у нас получится дальше ну вот такой квадратик у меня получился видите как узнать квадрат у вас или нет пополам сложите знаете квадрат или нет если стороны где-то выглядывают значит надо еще провязать ну получается если у меня здесь 14 петель то вот эта голубая нитка раз два три четыре пять шесть шесть голубых и вот здесь получается набор на раз два три четыре пять шесть семь белые нити что теперь дальше вот квадрат у меня есть да теперь следующий квадрат то есть я продолжаю закрыла все вот эти до петельки вот квадратик связался закрыла и теперь вдоль вот от последней кромочной я точно так же набирают 14 петель 14 и точно так же по этой цепочке возвращаюсь назад набираю вот эти вот петельки вот два 2 2 петли 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 14 главное знаете в этой технике вязания не надо сильно затягивать петли крючки чтобы петельки были немножко посвободнее все таки 14 15 за две петли надо 15 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 16 16 15 16 18 18 15 18 работать так работать ну можно конечно и белой нитью или однотонной ну давайте уже голубую уже запущу дело потому что обратно возвращаться мне надо будет отрывать эту нить а мне не хочется отрывать 2 попался 2 петельки поэтому не надо их надо быть аккуратно две петли нельзя лишнее вместе провязывать так она что у нас получается петельки у нас тут столбики беленькие ну давайте будем голубой уже под белую одну спереди петлю одну сзади как обычно не так я еще не пробовала с обратной стороны по изнанке как говорится вязать другой нитью с вами это я делаю первый раз посмотрим что получится может тоже какой-нибудь оригинальный рисуночек выйдет так доходим нас и до конца все 14 петель провязали вернее 13 петель провязала посмотрим 1 2 3 4 5 6 правильно 13 и вот теперь вот это вот стенка наша на это будет стенка смотрите нам надо вот так привязать теперь второй квадрат к этой стенке получается вот здесь у нас 14 петля она у нас какая передняя на спокойно передняя и вот здесь надо одну петлю тоже захватить под столбиком и провязать их вместе ну теперь я уже возьму белую нитку да чтоб нам же в обратную сторону идти и вот эти вот две петли которые получается вместе вот это вот 14 как кромочная и одна была с этого столу то есть вот этот квадрат привязывается который мы начали вязать новый квадрат он привязывается к старому квадрату так теперь в обратную сторону это у нас нижнюю то есть мы ему продолжая я продолжаю вязать свой узор только у меня получается что я меняю цвет нити не в начале но а в конце так чтобы не убиться но если собьемся ничего страшного так верхней песни нижней нет нет нижней верхней это вот нижней я вот так вот их считаю чтобы не так не так удобно так довязываем опять все тринадцать четырнадцать столбик и сколько у нас столбиков раз два три четыре пять шесть тринадцать и вот здесь вот получается четырнадцатый и следующий столбик на идет с этого квадрата 2 петельки вот так вот отхватываем меняем цвет нити и идем в обратную сторону вот две петли провязали а потом уже вот здесь 14 петель 1 2 3 4 5 6 7 вот 14 петель и уже идем в обратную сторону и вяжем опа видите две петли подхватила вот так не должно быть потому что вы сразу потеряем одну петлю и полотно уже потом и скользится ну если такая неприятность случилась а ну два варианта или распустить до того места где ошиблись или просто потом когда набираем петли ну добавить ее тогда откуда-то откуда-нибудь вытянуть там посередке добавить если лень распускать так давайте я довяжу теперь еще несколько рядов сделаю присоединение посмотрим какой квадрат у меня получится с каким узором здесь же уже получается нить поменяем по изнаночной стороне да но когда возвращаемся по тунисскому технике по тунисской технике вязание получается что когда мы идем в обратную сторону мы уже все-таки по лицевой вяжем но это считается как бы изнаночная обратный обратный ряд это у нас идет вперед ряда там считается обратный ряд так здесь за заднюю и идем следующую петлю меняем нить 2 вместе и пошли опять вязать все то же самое какой рисунок получается интересно так последний рядок у меня осталось вот этого квадратика да и теперь я все петли закрою двойной нитью я хочу чтобы у меня и голубая и белая нить оставалась в начале я тогда сделаю так я одну петельку буду закрывать одной нитью а вторую петлю другой нитью как бы кромочная потом следующее белая и голубая ну чтобы передвинуть эту нить начало что там было уже нормальная квадратик вязался то есть можно здесь и менять нити местами ничего страшного от этого не будет вообще тунисское вязание это такая хорошая вещь можно экспериментировать как твоей душе угодно вот видите получилось у нас два квадрата теперь нужно связать третий квадрат именно вот здесь на этой стороне поэтому я и перевела нити начало все и здесь будем продолжать вязать узором тут получается две петли это как одна здесь опять нижний верхний нижний верхний квадрат как обычно узор продолжается только считаем количество своих петель чтобы они у нас не изменили так раз два три четыре пять шесть 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 так 13 и здесь сделаем 14 четырнадцать четырнадцать петель до посчитаем где же у нас как то одну раз два три четыре пять шесть семь все и теперь закрываем опять и здесь надвязывается еще один третий квадрат здесь конечно этот узор особо не подходит для такого вязания разноцветные разноцветные ну тоже как один из вариантов почему бы нет так теперь опять поменяем голубую нить и уже будем вязать по своему основному узору надвязываем сверху еще один квадрат здесь кромочный квадратик ой кромочная петелька не забываем за 14 посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 все правильно опять здесь кромочная петелька и закрываем все так где я зацепила ну вот я здесь сейчас надвяжу еще один квадрат третий уже квадрат будет ну вот я довязала этот квадратик вот у меня тут нитка осталось вот видите что получается вот получается такой угол получился теперь здесь два варианта или вы довязываете сюда еще узел квадрат да то есть доходите и здесь присоединяется здесь будет немножко неудобно с этой стороны надо или вот так вот поднимаетесь сюда вот вот сюда поднимаетесь вот сюда поднимаетесь и здесь поднимаем вязание в такой технике здесь нужно вот что сделать это угол и надо расширять значит с этой стороны надо опять добавлять 14 петель вязать вязать квадрат который будет к стенке присоединяться к этому квадрату затем здесь надвязывается поднимаются петли с этой стороны вяжется сюда квадрат присоединяясь к стенке к этому квадрату затем по этой стороне тоже набираются петли и привязывается в следующий квадрат Но потом, чтобы опять начинать вязать с этой стороны увеличивать, придется оторвать нить и вязать с этой стороны уже. То есть здесь не пойдет, чтобы вязать изнаночную лицевую сторону. Приходится вязать постоянно по лицу. Поэтому набираем дальше свои петли. Получился какой-то мастер-класс. Честное слово. Хотела просто показать свой узор, но если уже пошло на это, то уже получается какой-то мастер-класс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте я запуталась и пересчитаю еще раз. Муж кому пригодится. Соберете все свои остатки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пять, шесть, семь, восемь, пять, шесть, семь, восемь. И вязать вот такой плед в технике тунисского вязания. Не то, что плед. Можно и какую-то там сидушку или еще что-нибудь. Просто я вам сейчас уже покажу, как это делается. И оставлю. Глядишь, потом все довяжу когда-нибудь. И что-нибудь потом соображу. Ну, не выкидывать же теперь всю эту красоту. Правильно? Главное здесь, знаете что, считать постоянно петли. Чтоб не потерялось и чтобы лишнего не добавить. А так, в принципе, ничего такого сложного в этой технике нет. Вот так, простым крючком, не обязательно тунисским, можно вязать техники тунисского вязания. Не хочет прокалываться. Если не хочешь, мы тебя возьмем крючком меньшего размера и все равно петлю вытащим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, двенадцать, тринадцать, вот, четырнадцать. И опять подхватываем с этой стороны и провязываем как бы кромочную, но и два вместе. Я уже не буду вот этой вот голубой ниткой сюда идти. Сейчас я вам покажу немножко другой узорчик. Простой тоже, но похоже на лицевую гладь. То есть, если не вязать цветной нитью, а просто однотонной, но ее можно применить, такой есть легкий узор в этом тунисском вязании, где вяжутся как лицевая гладь. Вот смотрите, просто первый вот подбираем и вот петля вытаскиваем. И вот опять, вот как мы делали, только мы в предыдущем узоре вот сразу сюда выводила. А вот здесь вот эта петелька и вот одна петля, вот тут видите, две петли. И вот эту одну петельку надо подхватить и вытащить вот так. И вот так вот все столбики провязываем. Столбик и вот это вот одна петелька, одна боковая, передняя. Вот так вот. Это я тоже. Вообще-то, знаете, здесь, когда вяжешь вот теннисом, какие-то свои идеи приходят. Я не знаю, может быть, это и есть такой узор, такая вязка. Ну, вот так вот. Я поэтому говорю, я вязала в технике тунисского вязания, да, вот пыталась я кое-что. Не обязательно, чтобы был длинный крючок. Длинный крючок это хорошо, когда решишься на какую-то большую вещь. А если вот что-то такое, вот типа пледа или еще что-то, то можно и простым крючком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот опять сюда подхватываем и две кромочные вместе. И идем обратно. Когда прилопчишься уже вязать, оно идет быстро. И главное, знаете, что интересно? В этой технике, вот так как мы вяжем, можно вязать до бесконечности. То есть, если вы вяжете крючком или спицами какой-то плед, он становится большим, огромным, да, его надо переворачивать. А если вы довязываете просто вот такие квадратики, то вот каждый квадратик просто вяжется отдельно. Так, второй ряд точно так же. Столбик и верхняя петелька. Вот. Видите, такой получается. Ну, это не почти лицевая власть. Так, подождите, сейчас. Давайте попробуем так. Столбик и под низ. Столбик и под низ. Не будем себе морочить голову. О, господи. Нам сейчас, главное, чтобы быстро ввязать, чтобы было быстро и приятно. И не терять количество наших петель. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Теперь два вместе и в обратную сторону. Я когда-то года три вязала шапочки Бини в тунисском вязании, в технике тунисского вязания. Мне это так понравилось. Там так ложится рисунок, здорово. Там тоже была секционная пряжа от картопу. Кузи Вулк назывался. Называлась эта пряжа. Вот смотрите, видите, как получается. Как лицевая гладь. Ну, вот, чтобы вот этого изнаночные вот здесь, чтобы подцеплялись. Вот поэтому надо немножечко по-другому вязать. Вот, поэтому надо вязать за верхнюю вот эту вот ушку. Иначе она будет выгибаться, будет заворачиваться и будет полотно выкручиваться. Если полотно начинает выкручиваться во время вязания, то просто его подпаривайте. Просто горячим паром. Ну, если вы знаете, какая там пряжа у вас, то есть не проглаживайте, а просто вот горячим утюгом подпаривайте, иначе будут концы все заворачиваться и будет очень неудобно вязать. Это тоже в процессе вязания я это поняла. Вот, когда я свое вязала полотно, оно у меня начинало подкручиваться, особенно снизу, да, где первые ряды. И мне это так не нравилось, и чем дальше я вязала полотно, в высоту, да, или в длину, оно у меня тем больше закручивалось. Раз, три, четыре, пять, шесть, так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, тоже лишняя петля. Вот, и чем выше я его вязала, тем оно у меня больше начинало подкручиваться. Мне это так не нравилось, потом думать, что же сделать, потом думать, дай-ка я его немножко подпарю, и ничего, и сразу ровный край встал. Ну, вот, видите? Сейчас я довяжу этот квадратик сюда до конца, и потом отсюда квадрат будем, и потом вот этот квадрат. Квадрат я довязала, но теперь, видите, у меня-то здесь нить, я закрыла, а надо мне сюда перейти. Кстати, вот та, что осталась голубая нить у меня, вот видите, тут, я ее потом пропускала вдоль шва, и она у меня поднялась сюда. И вот теперь, чтобы отсюда перейти на этот квадрат, с этого квадрата на этот квадрат, ну, нить обрезать, конечно, не стоит, но можно сделать таким образом, просто закрывать, как бы, соединительный столбик, помните? Вот так вот. То есть, не оставлять петлю на крючке, а закрывать ее. И как бы переходим на эту сторону, влево, видим. Я к тунисскому вязанию шла давно, долго шла. То есть, когда я впервые увидела вязание тунисским крючком, или технику вязания тунисского, надо, ой, наоборот, так, вязание в технике тунисского, нет, запуталась, в технике, как, вязание тунисским крючком. Ладно, неважно, вы меня поняли, а то что-то я заговорила, забыла, как правильно сказать. Так вот, к этому вязанию я шла, честно говоря, давно, долго. Сначала мне нравилось, я видела, как это вяжется. Потом, я, по случаю, на Алиэкспресс заказывала крючки, а потом, я поняла, что те крючки длинные, которые я вам, да, вот показывала, ну, такие вот с Алиэкспресса, коротенькие, и они не очень, головка у них не очень хорошая. Потом я поняла, что это крючки не идут для вязания, отложила, и вот, купила первый мой крючок нормальный, как говорится, крючок от Пони, длиной 35 сантиметров, пятерка. Ну, и надеюсь, что это будет теперь не последний крючок в моем туниском творчестве. Ну, а теперь, вот смотрите, теперь надо квадрат здесь поднимать, да, и вот сюда, вот к этой стенке его привязывать. Делаем то же самое. Вот теперь из боковых, вот этих кромочных петелек мы поднимаем петли, кратные 14. Вот одна петля есть, ну, пошли. Два, три, четыре, пять, и так далее. у меня тут ребенок барахтается рядышком, если вы что-то слышите, то это он крестит. Так, здесь у нас что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и вот здесь вот, седьмой, и начинаем опять, да, возвращаемся в кромочный столбик и пошли в обратную сторону. Так повязывается еще один квадрат. Вообще есть схемы в интернете вязание таким способом квадратов, так что можете найти потом какую-то схему и по схеме уже там вязать. Тут у меня голубая ниточка есть, давайте ее пустим в белом или можно просто на голубую нитку можно было перейти, правда, я там не знаю, сколько у меня белой ниточки, клубочек осталось, но я думаю, что на этот квадратик не хватит. Очень много схем, главное вот понять начало вязания, чтобы распределить вот эти вот квадраты, начать вязать угол, а потом уж пойдет все как по маслу. Так, этот, сколько у нас петель, почитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще один, семь, и поднимаем с кромочной петли, вот следующий, провязываем эти две вместе и идем назад. Так что я думаю, что я на этом не остановлюсь, тунисское вязание, оно мне вообще-то нравится, говорю, я же уже пыталась это все делать, вязать, но тогда это было как-то пледы, коврики, у нас очень, как бы, немало, как говорится, но не очень девочки увлекаются вязанием, именно в технике тунисского вязания, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, это дело хозяйское, конечно, но нет и нет, все равно, иногда вот, хочется вязать что-нибудь такое, спицами, как бы, тоже надоедает, иногда и крючок такой надоедает, а вот именно в технике тунисского вязания, да, вот можно такие вещи классные связать, это просто обалденно, да и вообще не только, конечно, тунисским крючком или тунисское вязание, там, обалденные спицы, конечно, можно сделать, и крючком, из любого можно связать обалденные вещи, 1,2,3,4,5,5,6,7, вот, было бы желание, и было бы, можно связать, и китайскими палочками вязать, конечно, главное, чтобы у человека был настрой такой, творческий, и чтобы можно было бы что-то связать, просто здесь как-то быстро вяжется, ну, вот таким образом вяжется еще один квадрат, также он привязывается к этому квадрату стенки, да, а потом уже вяжется вот этот квадрат, по всей камере, вот тут, ну, да, 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 вот теперь посмотрим что мы навязали вот такое полотно получается закончили третий квадрат и отрезала ниточку и теперь получается что надо с этого угла опять набирать 14 воздушных петелек вязать квадратик привязывая к стенке сюда затем здесь квадрат здесь квадрат и сюда квадрат тем самым от угла у вас увеличивается или у нас увеличивается полотно расширяется меняем цвет нитки и вяжем свое удовольствие ну вот решила с вами поговорить поболтать и нашла себе еще одно занятие еще одну работу достала все свои клубочки и теперь буду подбирать смотреть и оставлю это уже начало может какой-нибудь предикс вяжу и вот здесь вот нашла в закромах еще одно вот такое вязание смотрите это тоже тунис вязание тунисским крючком вот с этой стороны смотрите какая красивая изнанка а это вот такой рисунок это я вот когда-то пыталась вязать училась здесь такие шопы получаются там у меня ребенок пищит вот это тоже тунисский крючок видите какая прелесть ну что ж дорогие мои спасибо вам да да спасибо вам за внимание я вам немножко рассказала показала поговорили и до следующих встреч всем пока пока всех целую всех обнимаю в следующих встреч